Время новостей на телеканале Север и в студии Алина Волчейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. Никаких больше справок. С 20 сентября для всех граждан, прибывающих в Ненецкий округ, отменяется необходимость соблюдения двухнедельной самоизоляции. Ненецкий округ вошел в пятерку лучших регионов по освоению федеральных средств на сельское хозяйство. За счет чего удалось добиться такого результата и какие в связи с этим открываются перспективы? Все меньше людей среди коренного населения говорит на ненецком языке. Почему так происходит и есть ли выход? Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Ненецком округе остается на прежнем уровне. За прошедшие сутки в регионе не зарегистрированы случаи в заболевании COVID-19. Об этом сообщает Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. Таким образом, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 314 человек полностью излечились от заболевания. Трое скончались от основных заболеваний в период лечения от коронавируса. На лечении в стационаре Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день находится один пациент с диагнозом COVID-19. Амбулаторно по местонахождению лечение получают 7 человек. Под медицинским контролем на самоизоляции на дому в обсерваторе находится 379 человек. Никаких больше справок. С 20 сентября для всех граждан, прибывающих в Ненецкий округ как водным, так и авиатранспортом, отменяется необходимость соблюдения двухнедельной самоизоляции. Исключение составят лишь работники нефтяной отрасли, прибывающие в регион на работу. Далее все подробности. Проверка температуры и прохождение контроля по прилету – процедуры для пассажиров уже довольно привычные. На выходе из терминала прибытия дежурит сотрудник Центра гигиены и эпидемиологии. Мария Брескина в таком режиме работает с апреля. Говорит, самыми сложными стали первые месяцы после введения самоизоляции. Люди у нас разделились на два фронта. Есть те, которые поддерживают эти ограничения, есть те, которые очень противятся. Противятся настолько, что сбегают в аэропорту, в буквальном смысле. Вот полицию попросили с нами стоять, потому что они убегают. Это вот где-то последние две недели вот так вот плотно идут люди с анализами. До этого мы пытались… Архангельск у нас самый нервный рейс. Они считают, что мы Архангельская область, что мы все вместе, поэтому у нас одни правила. И вот по этому поводу очень ругаются. Среди пассажиров этого рейса без правок единицы. Большинство все же предпочитают потратить несколько тысяч рублей и сдать ПЦР-тест. Из-за здоровья нет повода переживать и две недели на самоизоляции сидеть не придется. Все условия созданы для того, чтобы очень быстро и хорошо это все было сделано. Мы были с детьми, поэтому проблем никаких не было. Да, единственная проблема – это тысяча восемьсот за каждого человека. То есть на семью, на молодую семью, у которой двое детей, они заплатили практически восемь тысяч. Впрочем, уже с 20 сентября режим самоизоляции будет снят для всех приезжающих в Ненецкий округ граждан. То есть тем, кто прибывает в регион как водным, так и авиатранспортом, никаких справок предоставлять не нужно. Однако есть ряд исключений. Так, если вы возвращаетесь в НАУ с детьми, которые посещают общеобразовательные организации, лучше все же сдать тест на отсутствие ковид. Иначе ребенка не допустят в школу или детский сад. Это требование устанавливается предписанием Роспотребнадзора, которое определяет порядок допуска детей в условиях пандемии коронавируса в образовательные учреждения. Дошкольное, школьное, дополнительное образование. И детей, надо сказать, и работников этих учреждений. Значит, либо 14 дней ребенок должен находиться где-то дома, на территории округа, у бабушек, у дедушек. И через 14 дней по справке педиатра может идти в образовательное учреждение. Если он приезжает с тестом, то, соответственно, 14 дней не ожидается. Кроме того, остается обязательная обсервация для сотрудников нефтепромыслов и месторождений. Перед прибытием к месту работы они по-прежнему должны пройти обсервацию с контрольным тестированием. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. И теперь к другим темам. Финансирование объектов здравоохранения региона стало темой для очередного заседания комиссии с участием представителей исполнительной власти Ненецкого округа. Напомним, что парламентарии и администрация субъекта продолжают активную работу по предварительному рассмотрению окружного бюджета на три года. Подробности у Ольги Русул. В начале заседания свои расчеты представили сотрудники Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. В структуру профильного ведомства входит 11 подведомственных учреждений, в которых трудится более 2600 человек. Конечно, во многом от того, как предоставляются услуги по здравоохранению, и зависит наше здоровье в том числе. Поэтому, конечно, депутаты внимательно вместе с администрацией рассматривают бюджет, но проблемы, конечно, существуют. По словам председателя постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике и бюджету Натальи Кордаковой, ситуация сложная. Основное внимание уделяется так называемым защищенным статьям, заработной плате, льготному проезду, обязательным страховым перечислениям. В следующем году все социальные выплаты останутся без изменений. На эти цели предусмотрено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Все выплаты, которые у нас есть в этом году, они остаются на следующий год. Это самое главное. То есть все время у нас переживают люди, что вот не дай Боже, какие-то выплаты прекратятся. Да, ну вот я хочу сказать, что все выплаты остаются. Да, сложно будет с применением каких-то коэффициентов для того, чтобы их увеличить. Но на сегодняшний день, я думаю, что самое главное пока их оставить. Если будет возможность, да, на самом деле будем применять индексацию уже тогда и будет увеличение этих средств. Депутаты сошлись во мнении, что необходимо делать ремонты в окружной больнице и строить новое инфекционное здание. Самое главное, чтобы качество предоставления услуг здравоохранения в Ненецком автономном округе было не хуже, а наоборот лучше. Это главный показатель работы. Я надеюсь, что мы его будем достигать. По мнению депутата окружного парламента Николая Запалова, необходимо ежегодно выделять в региональном бюджете статью расходов на текущие ремонты в учреждениях здравоохранения округа. Это не только требование санитарных норм, но и элементарная безопасность больниц и здравпунктов. Мы считаем, что эти работы надо проводить планово, ежегодно и бюджетом предусматривать в постоянном режиме финансирование ремонтов зданий, сооружений, подведомственных учреждений Департамента здравоохранения. Скорейшего решения требует вопрос строительства в округе нового здания инфекционной больницы. Окружные власти надеются на федеральное софинансирование. Хотелось бы сказать, если конкретно по инфекционке, здание построено в 1935 году, с 1997 года находится в аварийном состоянии. Ежегодно больница вынуждена тратить на ремонт этого здания и поддержание его работоспособного состояния большие средства, которые не выделяются из бюджета. То есть это из бюджета больницы, заработанные на оказание медицинских услуг пациентам. Здание, наверное, уже нецелесообразно ремонтировать. Оно аварийное, опасное для нахождения людей, персонала и пациентов. Этот вопрос необходимо активизировать и максимально ускорить по строительству, либо переводу пациентов и отделения в другое здание. Таким образом, депутаты надеются, что вопрос со строительством нового здания для инфекционной больницы решится. Кроме того, появится возможность финансирования ежегодных плановых ремонтов окружных учреждений здравоохранения. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Ненецкий округ вошел в пятерку российских регионов с наилучшей эффективностью освоения федеральных средств, выделяемых на развитие сельского хозяйства. За счет чего удалось добиться такого результата и какие перспективы открываются для регионов в ближайшем будущем, расскажет Михаил Веселов. Деньги, поступающие из федеральной казны, напомним, распределяются по трем ключевым направлениям. Это так называемая стимулирующая субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством молока и его переработкой. Далее идет компенсирующая субсидия. Она направляется на племенное животноводство и, что особенно важно для Ненецкого округа, на развитие северного оленеводства. Ну и также наиболее значимое с точки зрения развития – это поддержка агропромышленного комплекса, создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. Это мероприятие включает в себя и содержание центра компетенции на базе центра развития бизнеса, где у нас работают два человека, которые оказывают консультационную поддержку для всех аграриев в округе. Они помогают составлять бизнес-планы, консультируют по мерам субсидий, какие есть поддержки в округе в целом и в стране. Помимо всего прочего, это связано еще и с выделением грантов агростартапа, что позволяет предпринимателям при наличии достаточно простых бизнес-планов и оценок эффективности получать гранты для инициации и создания новых сельскохозяйственных мини-предприятий. В этом году конкретно данные средства были направлены для предпринимателя в НИСИ, который собрался создать пункт переработки молока. Это абсолютно новая предпринимательская инициатива. Еще один инициативный житель округа принял непростое решение по созданию отдельного оленеводческого хозяйства в непосредственной близости от поселка Харута. Человек решил заниматься оленеводством. Для этого получится средство, чтобы выкупить часть поголовья в личное и развивать данный бизнес. Принципиально важный момент. Гранты предоставляются при условии создания новых рабочих мест. И чем выше сумма выделяемого гранта, тем серьезнее обязательства по трудоустройству местных жителей. И теперь самое главное, что в перспективе может дать Ниньскому округу образцовая дисциплина расходования средств, поступающих из Москвы на развитие агропромышленного комплекса. Подобный уровень исполнения федерального бюджета, он приводит к тому, что федерация видит то, что мы дисциплинированно и в нужном направлении тратим федеральные средства. В связи с этим было принято решение на следующий год нам данный вид поддержки по всем этим направлениям увеличить практически в два раза. То есть было 42 миллиона, будет 79,9, по сути, около 80 миллионов рублей. Причем, по словам собеседника, если другие регионы не освоят средства на эти цели, с большой долей вероятности их могут перераспределить в пользу Ниньского округа ближе к концу года. Здесь им найдут применение, поскольку инициатив много. Например, в Тельвиске предприниматель хочет создать цероварную. И ему помогут. Михаил Веселов, Вадим Стасюк, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». В последние годы вопросы сохранения родного языка и культурных традиций коренных малочисленных народов Севера поднимаются и обсуждаются на различных уровнях – региональном, межрегиональном, федеральном и даже международном. Несмотря на то, что в нашем регионе Нинецкий преподается в нескольких школах, как основной предмет, все меньшее количество коренного населения говорит на родном языке. Тему продолжит Александр Литкова. С каждым годом все меньше людей среди коренного населения говорит на нинецком языке. Если 20 лет назад родным языком в регионе владело более 2000 представителей коренного населения, то на сегодняшний день порядка 700 человек. К тому же возраст носителей языка чаще всего за 40 лет. «Мы периодически эти вопросы поднимаем на съездах, на разных конференциях. И причем эту проблему мы озвучиваем не только на территории Нинецкого автономного округа, и за пределами, и на больших всероссийских конференциях, съездах. Этот вопрос касается каждого коренного малочисленного народа Севера Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации, а их 40 национальностей, которые испытывают такие сложности, трудности». На сегодняшний день для популяризации нинецкого языка проводятся различные акции и мероприятия. Такие, как «Говорим по нинецки», конкурс «Сбережем родной язык», «Олимпиады», а также выпускается детский журнал на нинецком и русском языках «Пунушка». Впрочем, все эти меры будут бесполезны, если в семье на родном языке не говорят. «Нужно отметить, что именно семья, детский сад, школа, вот эти, наверное, пожалуй, три важных института, которые в целом могут повлиять на интерес к родному языку». Сейчас нинецкий язык в окружных школах преподают всего 25 учителей, средний возраст которых – 47 лет. Матрёна Ивановна Толеева – педагог с 50-летним стажем. Все эти годы обучают детей родному языку в нинецкой школе-интернате имени Пырерки. «Урок нинецкого языка у нас проходит так же, как все уроки по программе. У нас полностью планирование. Программы я придерживаюсь, это программы ямальские наших коллег. И планирование тоже составляю, потому что так как дети у нас должны в совершенстве овладеть и знать все навыки, которые обычно бывают на Олимпиадах. А на Олимпиаду обычно у нас дети едут на Ямал». Как предмет нинецкий язык преподается по одному часу в неделю в восьми школах округа – с первого по девятый класс. В шести образовательных учреждениях его изучают в качестве факультатива. Что касается подготовки молодых кадров для преподавания родного языка, то работа в этом направлении ведется постоянно. Только желающих стать учителем нинецкого языка не так много. «Работа постоянно ведется по привлечению выпускников образовательных организаций для поступления в Институт народов Севера в Санкт-Петербурге. Им выделяется льготное место. И нашим выпускникам предлагается поступить на данную специальность». Несколько лет назад в регионе стартовала планомерная работа по переизданию литературы на нинецком языке в рамках государственной программы сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Нинецком автономном округе. А в прошлом году началась реализация пилотного проекта по преподаванию родного языка в дошкольных учреждениях. «Эти пилотные площадки созданы в школе поселка Каратайка, поселка Красное и поселка Бугрино. И 68 воспитанников в детских садах изучают нинецкий язык в дошкольной образовательной организации. Работа на данных пилотных площадках интересна тем, что здесь привлекаются семьи, чтобы распространить культуру нинецкого народа, чтобы изучить нинецкий язык. Привлекаются родители для популяризации, для использования его у себя в семье, дома. По данному направлению, по преподаванию нинецкого языка в дошкольных образовательных организациях работают 13 воспитателей». Всего нинецкий язык изучают 730 школьников. При этом, по словам педагогов, дети учат его на уроках, но не используют в быту. В третий раз в Нинецком округе пройдет чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс». Региональные соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья состоятся в период с 21 по 25 сентября. Чемпионат проводится в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Участие в чемпионате примут более 50 жителей округа, 50 экспертов и 10 волонтеров. В этом году в конкурсе будут представлены новые компетенции – художественное вышивание, парикмахерское искусство, адаптивная физическая культура. Кроме того, студенты в этом году впервые будут соревноваться в компетенции «Обработка текста». Состоится третий региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Обилимпикс». Значит, на сегодняшний момент у нас зарегистрировалось 52 участника. Он пройдет на четырех площадках по 11 компетенциям с учетом рекомендаций Министерства просвещения и соблюдением, соответственно, санитарных мер безопасности. Конкурсные площадки будут организованы в Ненецком региональном центре развития и образования, в детской школе искусств, в спортивном зале Ненецкой специальной коррекционной школы-интерната и в театральном зале Дворца культуры «Арктика». Целью проведения чемпионата «Обилимпикс» является содействие развития у профессиональной инклюзии обучающихся выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. В субботу, 19 сентября, в Ненецком округе состоится акция «Всемирный день чистоты» под названием «Сделаем». В рамках акции запланированы волонтерские уборки мусора на природе и во дворах, а также просветительские мероприятия. Стать участником акции может каждый житель Нарьинмара. Для этого необходимо выбрать для уборки одну из предложенных территорий или определить место самостоятельно. Ну, чтобы поучаствовать в акции, можно позвонить по телефону и зарегистрироваться 601-88. Это ресурсный центр добровольчества НАО. Необходимо это для того, чтобы мы знали, сколько человек будет принимать в этой акции, а также все участники получат электронные сертификаты за участие в этой акции экологической. Акцент делается на природные территории – леса, поля, на берега водоемов. При сборе мусора предусмотрен раздельный сбор отходов там, где это возможно. После субботника будет организован вывоз мусора. У нас определены уже места сбора, а это не обязательно. То есть каждый житель может в своем микрорайоне почистить, убраться, собрать мусор. Если где-то возможно, лучше сделать раздельный сбор отходов. То есть ввести не все на свалку, на полигон отходов, а на переработку в дальнейшем за пределы нашего региона. Вот как делает наш фонд. Мы занимаемся как раз экологическим проектом раздельный сбор отходов. То есть и макулатуру можно сдать, и пластик можно сдать, и батарейки можно сдать. Цель волонтерской гражданской акции – объединить общество в одну команду для очистки природы и городских территорий от мусора и сохранения чистоты. Организатором акции выступает некоммерческая организация, фонд экоразвития Нинецкого округа, а также ресурсный центр добровольчества НАО. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих близких. И будьте здоровы. Хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok